Ребята, всем привет! С приходом зимы морозы начинают прижимать, да? Все чаще мне стал поступать такой вопрос, прогревали я свои автомобили, либо нет? И вообще, нужно ли это делать или нет? Ну и, конечно же, присылайте мне видео, которые наиболее полно раскрывают суть вопроса, на ваш взгляд. Но я вот одного понять не могу. Двигатели внутреннего сгорания существуют уже более века. Их устройство общеизвестно. Почему по такому элементарному вопросу их эксплуатации, как прогрев, нет однозначного мнения? А вместо этого идет столкновение мнений двух сторон. И у большинства, кстати, нет понимания, когда нужно прогревать мотор, а когда нет. И что такое в целом прогрев мотора? То есть, до рабочей температуры, греть до рабочей температуры, или когда стрелка охлаждающей жидкости с места тронулась, или обороты упали. А вы задумывались над этим? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто не понимает, о чем идет речь. Зачем вообще прогревать? Сел, завел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени – это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку и его автомобилю нет никакого дела. Кто-то из блогеров нам рассказывает, мол, избавляйтесь уже от карбюраторного так называемого мышления, прогрев прошлый век. Рассказывают, какие двигатели нынче современные, поршни облегченные, масла сверх крутые и так далее и тому подобное. Завел, потарахтел пару минут и погнал потихоньку в движении греть. Вот опять нам начинают вкручивать в уши, как же у нас все хорошо. Хорошо, обкатывать не нужно, греть не нужно, масло менять тоже не нужно. Ну ладно, раз 15 тысяч километров поменяйте для самоуспокоения в коробке, вообще не нужно. Красота! Только вот обычно эти блогеры живут либо в Москве, либо в регионах, где зимой они обзоры в толстовках и без шапки снимают. А у нас в Сибири, знаете ли, и минус 40, нередкость, да с ветерком таким свежим. Нам что, тоже не греть? Вас бы, ребята, посадить в минус 30 хотя бы в тачку. Вы ее сначала откройте, заведите, потом 2 минутки посидите в ней и езжайте, как вы советуете. Посмотрим, как ваше карбюраторное мышление изменится. Вы банально в машине просто окалеете, а стекла наглухо затянет от дыхания. А включив печку, вы охренеете ждать, пока из нее тепло пойдет и будете кайфовать от свежего бриза, набегающего из дефлекторов воздуховодов. Потому что печкой греть нихрена не будет. Поэтому такие категоричные советы, что греть надо минуту, а потом в движении, либо совсем не надо, лично у меня вызывают лишь только улыбку. Вот сам конфликт как сторонников, так и противников прогревов, он заключается, собственно, в чем? Да вот согласитесь, в южных регионах вопрос прогрева особо никого и никогда не волновал и не парил. Если зимой температура около нуля или чуть ниже, потарахтели там 3-5 минут и поехали. А что делать в тех регионах, где минус 30-40 не редкость? Через 5 минут даже лед со стекла не уходит, потому что печка холодным дует. Поэтому стричь всех под одну гребенку тут неправильно в корне. И вопрос нужно рассматривать комплексно и со всех сторон. Вообще гены подсказывают, мотор греть надо. Этому всегда учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам и новое мнение. Сел в холодную тачку, завел и сразу в путь. Кто же прав? В поисках ответа нужно увязать 3 фактора. Экология, экономика и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах. И проблема холодного пуска здесь не исключение. А я бы от себя добавил, что проблема даже не в каком-то ресурсе мотора, а совершенно в другом. А вот в инструкции написано, вы говорите. А что же автопроизводители? Они же все знают. Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлять куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут все рекомендации. Экология первичная, потом экономия топлива, это важно для потребителя. Ну а ресурс, кому он интересен? Как показывает практика, даже владельцам авто он далеко не интересен. Чего стоят вот эти вот комменты, типа я на ней всю жизнь ездить не собираюсь, на мой век хватит. Ну и подобные с той же серии, вы сами их читали. Хм, не интересен ресурс. Да и что бы нам ни говорили с экранов телевизоров менеджеры и очень умные блогеры. А кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных и новых двигателях. При этом все детали мотора прогреваются по-разному. К примеру, днище поршня прогревается очень быстро, а вот зона канала куда медленнее. А что будет с неравномерно прогретой деталью, если вдруг ей дать под зад? Ну если коротко, то ничего хорошего с ней не будет. Ну а что до высказываний менеджеров, которые убеждают наивных покупателей в том, что греть не надо и это вредно для мотора, так их волнует вовсе не ваше благосостояние или вашего мотора. А их волнуют требования по части экологии. Все эти евро 5, 6 и так далее накладывают очень серьезные ограничения на токсичность выхлопа в пусковых режимах и в период прогревов. Ну а блогеры, которые рассказывают нам о том, какие прекрасные нынче современные двигатели и греть их абсолютно не нужно, видимо учились на менеджеров и маркетологов и забыли такой предмет как сопромат, сопротивление металлов. То есть, кстати, у кого был этот лютейший предмет, черканите в комменты, согласны вы со мной или нет. В современных инжекторных двигателях между внутренними металлическими компонентами имеются определенные тепловые зазоры, вы все это прекрасно знаете. В каких-то двигателях они больше, где-то меньше, но тепловое расширение металлов никто не отменял, это физика. И, например, существует определенный тепловой зазор между поршнями и цилиндрами, также и между другими компонентами мотора. Ну и, безусловно, свой вклад в этот вопрос внесли и экологи, куда без них. Рекомендованы именно ими. Метод «завел и поехал без прогрева» заставляет инженеров делать поршень несколько меньше в диаметре. Сделано это для того, что после запуска прогрев поршня происходит намного быстрее прогрева цилиндра, и поршень расширяется первым. И недостаток зазора может привести к подклиниванию и разрушению поршня, либо появлению задиров. А увеличение зазора приводит к усилению, колебанию поршня и ухудшению условий работы маслоконтролирующего кольца. Впрочем, все это мы неоднократно слышали, а потому возвращаемся к вопросу, греть или не греть этот долбанный мотор. Идеальным, по мнению инженеров, является следующий алгоритм прогрева. Запустить холодный двигатель, дать ему поработать 2 минуты и только потом на небольших оборотах отправляться в путь. Правда, есть сноска под звездочкой, которая гласит, что если на улице сильный мороз, более минус 10 градусов, то прогрев мотора на холостом ходу следует увеличить как минимум вдвое. То есть это уже около 5 минут при минус 10, и это минимум. Ха, то есть минус 10 это уже оказывается сильный мороз. У корейцев, например, в инструкции написано, что минус 18 это очень сильный мороз. Вот их рекомендации. А в минус 30-то тогда сколько греть? А в минус 40 за 5 минут вы ни хрена не отогреете, даже стекла. Ну и вот посмотрите, что получается. Вот написано, сильный мороз, там минус 10, у кого-то минус 18. То есть мы сейчас понимаем, что это советы для какой зимы? Правильно, для европейской. У нас, например, ниже минус 30 не редкость, а сильный мороз считается, это минус 40. То есть, ну вот, что мы видим? Ну вот, как обычно, люди взяли рекомендации не для России, а для Европы, и машем ими, что греть не нужно от юга до крайнего севера. Ну вот так же получается, да, вот нашли эту бумажечку, да. Вот смотрите, завел и поехал, греть не нужно везде, всегда, на любом моторе, климате, температуры. Ну самое-то главное, что я хотел сказать, что температура охлаждающей жидкости сильно отличается от температуры масла. И те, у кого есть бортовой компьютер, указатель температуры масла, знают, что даже когда охлаждающая жидкость стоит в 90 градусов, не факт, что масло будет прогрето даже до 50, и особенно это ярко выражено именно зимой. Почему это важно? Система работает на основе масляного клина. Я думаю, большинство знает, что система смазки устроена таким образом, что высокоскоростные подшипники и пары трения смазываются масляным туманом. А что такое масляный туман? Это масло-воздушная смесь, в которой мельчайшие капли масла размером порядка 0,02 мм и менее находится в воздухе в возвешенном состоянии. Так вот, холодное масло не может обеспечить масляный туман. Я надеюсь, понятно почему. Для этого масло нужно прогреть, чтобы оно не только начало нормально разбрызгиваться, но и возникла та самая масло-воздушная смесь. А когда гуски гуталина вот так по движку летают, ну, это вряд ли способствует появлению вот этой самой масляной смеси, воздушной смеси. Предварительно прогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Фактически, мы чаще всего исследуем этой рекомендации. Мотор греется, пока мы открываем двери, садим детей, сметаем снег, выкуриваем сигарету. Даже те, кто говорит, я не грею, но все равно, как правило, либо курят, либо снег смели. Ну, то есть, там, около пяти минут вот эти процедуры все происходят. И волей-неволей мы, получается, придерживаемся рекомендаций производителя, хотим мы этого или нет. Да и вообще, в целом, когда речь идет о прогреве, мало кто говорит о прогреве масла. У всех главное антифриз прогреть. Вот, стрелка уже двинулась, я поехал. И лишь бы печка теплом дуть начала. А это как раз не проблема. Проблема это нагрузка на холодном масле. Нужно прогревать масло. При холодном масле, соответственно, будет недостаточный масляный туман и смазка. А холодное густое масло будет вообще давить в обход масляного фильтра. Также растет нагрузка на сальники двигателя. Ну, и как бы не выдавило бы чего. Ну, как звучит типичный аргумент противников прогрева двигателя. Ну, и звучит он в целом вот так, что двигателю вредно работать холодным в мороз. Идет обогащенная смесь. Бензин в больших количествах конденсируется на стенках цилиндра. Смывает масляную пленку. Несгоревший бензин попадает в масло. Ухудшает смазывающие свойства. Идет износ. Чем дольше греть, ну, тем будет только хуже. И логично начинать движение сразу, чтобы ускорить прогрев. Да, ну, в движении-то прогрев идет быстрее. Не обязательно рвать машину в отсечку. Просто ехать потихонечку, не спеша, на малых оборотах. И ничего плохому двигателю от этого не будет. А все эти грелки, мол, это карбюраторное эхо прошлого века. Когда без прогрева машина в целом была не способна куда-либо поехать. Блин, тут не улыбка, а смех просто вызывают такие комментарии. Ребят, это жители Севастополя могут зимой прогревать машину 2-3 минуты. А жители, например, Сибири и Севера от этой рекомендации только со смеху усутся. Авторы таких видео и советов, вы хоть раз видели машину после ночевки в минус 30 или в минус 35 градусов с ветерком? Садились в жопой в эту тачку после пару минут прогревов? Когда подогрев сидений врублены на полную катушку, даже через 5 минут ты его не чувствуешь. Седло настолько промерзло, что как будто на кубике льда сидишь. Авторам таких советов, которые категорично всем не греть, так и хочется сказать, дружище, Садись и едь зимой в непрогретой машине, а главное не впились куда-нибудь. Потому что помимо окон, затянутых слоем льда, еще и тормоза не сразу адекватно начинают работать. И рулевое тугое. Ну и прогрев в движении в холодном авто, в общем потоке, это извращение. Я теперь понимаю, откуда с утра так много крадущихся мудаков с затянутыми стеклами, Собирающих за собой вереницу пробок, которые 30 км в час в левом ряду прогревают в движении свое авто, И там вообще ни хрена не видно все затянуто. Да по факту, сейчас машину прогревают все просто для комфорта, Чтобы сесть и поехать, безопасно поехать. В тепле, с полным обзором. А про двигатель сейчас вообще мало кто думает, вот здесь вы правы. И то, что у 99% сигнашки с автозапуском стоят и всю ночь тарабанят, чтобы тачка с утра завелась, Вообще мало кого смущает, но мы тут про 10 минут прогрева целую полемику устроили и копья ломаем. Греть или не греть? Если вы сейчас подумали, что я ярый такой противник прогрева в движении и грею свою тачку по 2 часа, То это не так. Я не фанат прогрева до рабочей температуры на месте. Нет. Но и ехать в моем климате после 2 минут прогрева банально просто холодно, Некомфортно и тупо небезопасно. Ни хрена не видно, потому что, по крайней мере, в нашем сибирском климате. Вы можете приводить кучу доводов, что надо прогревать в движении, Но люди, которые запускают свои автомобили при температурах ниже минус 25, 30, 35 градусов, Подтвердят мои слова. Да блин, банально, когда холоднее, чем минус 32, У меня на прошлых Хондах водительская дверь просто не закрывалась. То есть, когда было холоднее, чем минус 32, 33, вот такая сыс, еще после сырости, Дверь раз, она просто от замок замерзает. И пока минут 30 тачка не прогреет салон, ну, замок не отталкивает. Ну, как ехать дверь вот так рукой держать? Кстати, напишите, у кого такая же фигня была, почему это происходит. Я не знаю, но абсолютно знаю, что такие случаи были у многих. Конечно, жил бы я где-нибудь в Крыму, да, блин, грел бы я тачку 4 минуты и ехал бы. И все, ну, потому что чутко масло раскидать надо. Ну, вот в нашем климате так не получается. Поэтому ответ на вопрос, греть или не греть, в моем понимании, звучит так. Если у вас нет холодов, то 2-3 минуты вполне достаточно раскидать масло и потихонечку начинает движение и греть мотор уже на ходу. Если климат умеренный и зимой до минус 15, ну, грейте по 7-10 минут и все будет в порядке. Ну, а там, где ниже, минус 25-30, то тут, ребят, извините, мы однозначно греем свои моторы. Ну, наверное, даже не моторы, а салоны. Да хотя бы потому, что ехать в промерзшие машины от обшивки, от панелей, которые пышет холодом, просто опасно. Ну, а садить детей на промерзшие сидушки, ну, ну, просто тупо плохая идея. Поэтому не заморачивайтесь этим вопросом так глобально и сильно учитывайте регион, где вы живете, температуры. Если хотите, используйте мои рекомендации. Главное, лейте качественно всесезонные масла, меняйте их почаще, ну, и все у вас будет хорошо. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, где живете, сколько греете тачку, я почитаю. Увидимся, до новых встреч. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях.